Все чаще на самом высоком уровне поднимаются демографические проблемы. Наша самая большая в мире по своей площади страна нуждается не только в сохранении, но и в росте населения. И добиться этого в настоящее время совсем непросто. Очень важно, чтобы в семьях воспитывалось больше детей. Отличный пример всем показывают многодетные семьи, которых в России и на Кубани немало. В одной из таких семей, где есть шестеро детей, четверо молодых людей, мальчиков и двое девушек, мы и побывали. Стремиться к созданию многодетной семьи или нет – это право и выбор каждого. Главное, чтобы в доме царили гармония и любовь. Прекрасно, когда человек знает, что по возвращении с работы его дома ждут любящие дети и жена, и он кому-то нужен в этой жизни. А многодетная семья – это всегда большой труд. В семье Андрея и Валентины Лапига с момента ее создания не было планов иметь шестерых детей. Но все равно настрой был самый серьезный. Сначала, конечно, мы не думали, что настолько большая будет. Я хотела трех детей, муж – двух, потому что у них в семье двое, а у нас трое было. Но как-то получилось так, что их гораздо больше. Конечно, обязанностей в большой семье много. Но на помощь всегда можно позвать детей. Если ребенка не приучать к выполнению домашних обязанностей, ему нелегко будет во взрослой жизни. А помощь старших по дому – хороший пример для младших. Конечно, и мальчики могут помогать. У меня старший сын и торты печет, и готовит замечательно. Так что не зависит от пола, кто это. Умеют готовить практически все. Только малыши еще учатся. Одно из главных преимуществ жизни в сельской местности, а семья живет в Маевском сельском поселении Славянского района, это возможность вести личное подсобное хозяйство, иметь свои овощи и фрукты. Огород был в квартире, никогда не жила, всегда на земле. Так что работать приучена с детства. И вышла замуж. Муж в город не захотел ехать. Но как-то я прислушалась, привыкла. Мне нравится на земле работать. И это очень сильно помогает, потому что все свое с огорода. Лишний раз не надо тратиться на какие-то продукты. Успехи детворы в учебе, культуре, спорте постоянно радуют родителей. Ведь это результат их усилий по воспитанию. Радуют. Ну, радуют своими успехами. В первую очередь учебой. То, что они хорошо учатся, хоть это им много сил требует, и времени. Но они способны, у них получается, как-то все это легко дается. Конечно, приходится немножко заморочиться и повозиться, когда на секции надо возить. Вот здесь как бы сложновато. Ну, успеваем, стараемся успевать. Без поддержки государства шестерых детей вырастить было бы проблематично. И эта поддержка весьма действенна. У нас эта поддержка постоянно, практически с самого начала создания нашей семьи. Мы купили дом по программе, помощи молодым семьям. Сельское хозяйство развиваем, тоже пользуемся всеми программами, всевозможной поддержкой. Ну, и детские пособия помогают очень сильно, материнский капитал. В чем же секрет воспитания и прекрасной семейной атмосферы? Никакой особенной тайны здесь нет, уверен старший сын Владислав. Активный, жизнерадостный, трудолюбивый человек. Главное, чтобы семья была в центре твоего внимания. Моя семья для меня – это и есть смысл жизни. То есть, вот эти маленькие глаза, которые на тебя постоянно смотрят – это бесценный подарок судьбы. Я не представляю, что бы я делал, если бы их не было. Я очень люблю и ценю их заботу. Стараюсь помогать, чем могу. Тем более, уже возраст позволяет как бы. Вот, и взаимовыручка, конечно же. Это, безусловно, плюс огромной семьи. Варвара Лапига хорошо рисует, увлекалась пением и хореографией. Она призер всероссийских и международных соревнований по грибному спорту. Семью очень люблю. Я рада, что она у нас такая большая. Никогда не бывает скучно. Все друг за друга заступаются. Всегда есть помощь, поддержка. Горжусь за старшую сестру. Она тоже грибчиха, и у нее тоже есть большие достижения, но гордость. Люблю родителей. Они всегда поддержат, помогут. Можно с ними поговорить по душам. Старшие тоже братья помогают. Трудовое воспитание, желание и умение работать – вот основа жизненного успеха. Молодым семьям, мамам многодетной семьи советуют не бояться трудностей. Дорогу осилит идущий. В первую очередь не бояться, наверное, этого. И не ждать, когда вы накопите на дом, на машину, потому что время идет, можно опоздать и не почувствовать материнство, отцовство. И не услышать вообще смеха детского, счастья этого быть родителями. Не бояться, потому что есть ребенок, придет и все остальное. В процессе все заработается. И не бояться детей рожать. Ни одного, двух, можно и побольше. У всех в семье есть свои увлечения, помимо учебы и домашнего хозяйства. Дети растут, гармонично развиваются, готовятся к взрослой жизни, беря в пример своих родителей. О каждом из детей семьи Лапига можно сказать много хорошего. Они спортивные, душевные, творческие, воспитываются в здоровой семейной обстановке. Валентина Лапига считает, что если дети всегда чувствуют ее любовь и поддержку, то им будет легко идти по жизни, создавать свои семьи и жить в любви и взаимопонимании. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Все будет хорошо.